Приезд Меган Маркл и принца Гарри в Великобританию – одно из самых громких событий этого года. Однако, как показала практика, для герцогов сасекских их визит стал не долгожданным событием, а настоящим испытанием. Супруги вернулись в королевство, чтобы отпраздновать платиновый юбилей королевы и, конечно же, познакомить свою дочь-малышку Лилибет с прабабушкой-монархом. Обязательным условием для сасекских было посещение торжественных мероприятий в честь истоической даты Ее Величества, однако герцоги пропустили целый ряд встреч. И все из-за того, что от них в прямом и переносном смысле этого слова отвернулись практически все представители британской короны. Пару поддерживали лишь принцессы Беатрис и Евгения, которые особенно близки с принцем с самого детства, а также мужья йоркских Джек Бруксбэнк и Эдаардо Мапеле Моцце. Стоит отметить, что для герцогинь этот период жизни также складывается не совсем удачно из-за скандала с их отцом, принцем Эндрю, который стал участником судебного разбирательства в деле об изнасиловании несовершеннолетней. На фотографиях, сделанных во время парада Труппин Зе Калор, видно, что с парой общался герцог Кентский, а также дети Тиндалов и Филипсов. В итоге Гарри и Меган посетили только парад Труппин Зе Калор, за которым, кстати, наблюдали на задворках Букингемского дворца, ведь на балкон их не пустили. Также супруги присутствовали на торжественной церковной службе в честь Дня Благодарения, где их бесцеремонно освистала публика. Они получили освистывание и холодный прием, и, конечно, были очень рассержены, хотя и не показывали это. Майк Тиндал избегал их как чумы. Он не хотел попадаться им на глаза. Никто не разговаривал с ними, когда они ждали свою машину у собора Святого Павла. Только лишь Зара Тиндал не побоялась беседы с ними, объяснила королевский эксперт леди Калин Кэмпбелл. Специалист отметила, что Сасекских намеренно игнорировали принц Чарльз, а также принц Уильям и Кейт Миддлтон. Конечно, герцоги очень сильно обидели королевскую семью, но даже самые пессимистичные поклонники надеялись на благородство членов короны. Сообщается, что по окончании церковной службы все участники мероприятия должны были отправиться на официальный обед в ратуша. Но буквально в одно мгновение принц Гарри и Меган Маркл решили проигнорировать данное торжество. Также герцоги пропустили праздничный концерт Платиновая вечеринка во дворце и театрализованное представление, которое проходило в самом сердце Лондона. К слову о концерте, супруг внучки королевы Майк Тиндал прокомментировал это мероприятие как прекрасное место для того, чтобы собраться всей семьей. По словам источников, мужчина упомянул в своей пламенной речи и принца Гарри, которого назвал настоящим ублюдком. Очевидно, что приезду Сасекских в королевстве были рады далеко не все, но самое главное в этой ситуации, что Елизавета II наконец-то познакомилась со своей правнучкой Лилибет. Младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Принц Луи уже приближается к тому возрасту, когда дети начинают ходить в школу. К слову, его брат Джордж и сестра Шарлотта посещали элитное учебное заведение Томас СБТРСА, поэтому поклонники были уверены, что Луи будет грызть гранит науки именно в этой школе. Но оказалось, что маленький принц не пойдет по стопам своих брата и сестры. Да, Луи посещал тот же детский сад, Вестака Монтесоры Скул в Норфолке, который, кстати, находится неподалеку от загородной резиденции кембриджских Анмерхолла. Стоит отметить, что раньше представители королевской семьи получали домашнее образование, а принц Уильям стал первым старшим членом монаршей семьи, кто пошел в детский сад. Так, какую же школу выбрали для своего младшего сына принц Уильям и Кейт Миддлтон? Дело в том, что герцоги кембриджские переезжают из Кенсингтонского дворца в коттедж Аделаида, который находится в Виндзоре. Конечно, учебное заведение Томас СБТРСА было бы отличным вариантом для Луи, ведь программа включает в себя уроки математики. Английского языка, естественных наук, истории географии, а также французского языка, информатики, искусства, музыки и балета. Но добираться в Норфолк из Виндзора будет довольно проблематично, поэтому герцоги выбрали другое учебное заведение для своего сына. Предполагается, что Луи будет получать знания в независимой подготовительной школе Ламбрук. Стоит отметить, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда хотели жить в более уединенном месте, которое бы не привлекало внимания папарацци и репортеров. Кейт и Уильям очень хотели иметь скромный дом, чтобы начать новую жизнь в Виндзоре. Эдолейт Каттедж отвечает всем требованиям герцогов. Это дом с четырьмя спальнями, рядом находится школа, а также они будут жить поближе к королеве. Они не захотели эффектный дом, им просто нужна безопасность, покой и уют, заключил эксперт. Королевские эксперты писали, что во время недавнего визита в Лондон принц Гарри и Меган Маркл столкнулись с кирпичной стеной непонимания, хотя хотели навести мосты с монаршами-родственниками. У них не только не получилось это сделать, некоторые члены семьи, оказывается, и вовсе не стали стесняться в выражениях. Английский рикбист и законный супруг внучки королевы Елизаветы II Зары, Филлипс Майк Тиндал сделал герцогу Сасикскому грубое замечание после вечеринки по случаю платинового юбилея правления монарха. Инсайдеры говорят, что всего за день до этого принц Гарри хотел пообщаться с Майком, но тот проигнорировал его просьбу о встрече. После празднования Тиндал, как сообщается в Дейли Экспресс, назвал поведение герцога Сасикского ублюдским во время разговора с одним из гостей официального мероприятия. Британские журналисты гадают, что в поведении принца Гарри заставила Майка Тиндала решиться на такие резкие выражения. Известно, что он старается не вмешиваться в политические споры и семейные скандалы, но здесь не смог остаться в стороне. Известно, что Майк близок к семье принца Уильяма. Возможно, мнение герцога Кембриджского о поведении его брата оказало непосредственное влияние на Тиндала, который не смог сдержать эмоций. Известно, что принц Уильям так и не смог простить Гарри за то, что он превратил жизнь королевской семьи в объект интереса опры Уинфри и стриминговых платформ вроде Netflix. В минувший вторник на ипподроме Роял Аскот прошел первый день королевских скачек, и, конечно, такое мероприятие не смогли пропустить и представители британской короны. На состязание приехали принц Чарльз со своей супругой Камилой Паркер-Боулс, а позже на скачках были замечены Зара и Майк Тиндалл и принцесса Беатрис Седаарда Мопеле Моцце. Поклонники обратили внимание на то, как тепло поприветствовал будущий король своих монарших родственников. Чарльз нежно поцеловал в щеку сначала Зару Тиндалл, а потом очередь дошла и до принцессы Беатрис. Королевские дамы выглядели просто прекрасно на этом мероприятии. Йоркская отдала предпочтение беспроигрышному для себя цветочному принту. Герцогиня надела белое струящееся платье и шляпку цвета шампань, украшенную розовыми цветами. Зара Тиндалл выбрала для себя похожий по стилю наряд. Нежно-сиреневое платье, однако принт на нем был намного крупнее. Образ внучки королевы завершила белая шляпка с цветами круглой формы. Камила Паркер-Боулс вышла в свет в более сочном образе. Бирюзовом платье пальто и шляпки мятного цвета, украшены текстильной розой. Принц Чарльз щеголял в сером фраке и черном цилиндре. К слову, будущий король и королева-консорт возглавили церемонию открытия скачек, заменив королеву Елизавету II, ведь обычно главной на ипподроме Аскот была именно она. Стоит отметить, что на мероприятии также появилась старшая дочь монарха, принцесса Анна. Букингемский дворец пока никак не прокомментировал отсутствие королевы на роял Аскот, ведь в последнее время монарх испытывает проблемы с передвижением. Однако в понедельник Ее Величество присутствовало на церемонии вручения ордена подвязки. Продолжение следует...